Доброе утро, мои дорогие друзья! Хочу немножко сейчас поговорить о пище, которая оскверняет. Существует пища, которая оскверняет человека. Какая пища оскверняет прежде всего? Конечно же, это пища убиенных животных. Конечно же, это пища мёртвая. Но даже если пища самая идеальная, даже если это фрукты, солнечная еда, если они не предложены Богу, эта пища только осквернит ваш ум. Я сейчас вам прочитаю тезисы, которые я выписала, специально для вас подготовила, чтобы вы понимали. Существуют браманы, существуют браманы, да, учителя, духовные учителя, жрецы, кшатрии, воины, вайши, торговцы, шудры, чернорабочие, и млечки, и мясоеды. Дело в том, что пища может влиять, вот посмотрите, каким образом. Вот, например, существует просад, пища, которая предложена Богу, да, мы её предлагаем и дальше уже съедаем после определённых молитв, после того, как мы, Господь первый съел, мы съедаем уже остатки после него. Но каким образом пища может осквернить? Вот, например, браман, духовный учитель, он кушает пищу, которая ориентирована на чистоту ума и чистоту сердца, потому что пища для такого человека должна умиротворять ум, приносить радость сердцу, умиротворять ум и приносить радость сердцу. Кшатрия, войн, он кушает то, что полезно, но браман, кстати, он знает, что полезно, его сердце знает, потому что его сердце брамана очищено. А мы, наши сердца настолько неочищены, мы настолько живем в своей злобе, в своем эго, в своей гордыне, что как мы можем знать, полезна ли эта пища или нет на уровне сердца? Я, например, хотела бы у всех попросить прощения, кого я обидела словом, делом или помышлением. Дорогие друзья, если я кого-то обидела или зацепила, зацепила, возможно, ложное эго, простите меня, пожалуйста. Примите мою искреннюю просьбу о прощении, кого я обидела, простите меня, пожалуйста. Я не хочу в своих видеороликах кого-либо обижать или причинять плохо, но иногда некоторым людям требуется шок, чтобы проснуться. И вот без этого шока в свое время я не проснулась, мне нужен был шок. Поэтому я обучаю на примере шока, на примере своем. Итак, вайши, торговцы, они едят то, что престижно, то, что модно. Ну и, соответственно, потом получают свинский ум. Ум – умонастроение свиньи. Понимаете? Пища может влиять на ваше ложное эго, интеллект и ум. Таким образом влияет на ваши нравственные, моральные и совестливые ценности. Вы представляете, как глубоко это все? Таким образом пища может осквернить вашу мораль. Таким образом и есть оскверняющая пища, которая не предложена Богу. А есть, наоборот, благостная пища, которая изначально предложена Богу. Поэтому вегетарианцы – это не обязательно здоровые люди. Вегетарианцы, они в основном болеют. Знаете, в чем ошибка вегетарианцев? Потому что многие руководствуются неэтическими нормами. Их сердце не испытывает эмпатии, сострадания ко всем живым существам. И плюс вегетарианцы, у них есть манера кушать много вареной пищи, смешанной зерен. Эта пища зашлаковывает организм. И что хочу продолжить. То есть, в Багавадгите сказано, тот, кто вкушает непредложенную пищу, вкушает лишь грех. Это так сказала Верховная Личность Бога. А просад, то есть, предложенная пища Богу, она уменьшает ложное эго. И вот смотрите, как интересно. Протекая из разума в ум, превращается в мораль. А из ума, проникая в чувство, превращается в чувство совести. Представляете? Как пища может влиять на нашу жизнь, полностью на наше умонастроение, на наше сердце, на нашу душу. И хочу сказать, что тот, кто отдаляется от Бога, тот, кто исповедует просто какие-то привычки, не связанные с Богом, скажем так, даже здоровье возьмём, да, мой контент о здоровье. Мой контент о здоровье души и тела, потому что это неразрывная связь друг с другом. Мы в этом теле, но у нас нужна и душа. И душа должна руководить телом, а не наоборот. А пища так влияет на людей, которые не предлагают Богу, которые вкушают неблагостную пищу, которые вкушают мёртвую пищу, убитых животных. К сожалению, мораль у таких людей очень низкая. И их тело из-за этого страдает, наполняется болезнями, страданиями. А откуда болезни проистекают? Из ложного эго. Вот у меня, когда, например, если ложное эго подскакивает, я сразу же чувствую себя плохо. Я сразу начинаю мучиться. Поэтому я всем рекомендую, как говорится, sacrifice your false ego. Пожертвуй своим ложным эго. А как пожертвовать, когда у людей сердца неочищены? Потому что элементарно пища, которую они вкушают, она состоит из греха. Приходи в мой клуб здоровья Vita Catarsis. Ссылка в шапке моего профиля.